Несколько лет назад я уже записывал подобное видео в момент окончания нашего супер-мега-мощного тренинга тренерного поколения. Когда мы делаем упражнения, все участники в зале переодеваются до неузнаваемости. Мы уже делали вечеринки дикарей и вечеринки рок-звезд. Сегодня была вечеринка рок-звезд, кстати. Так вот, почему мы делаем это упражнение? Я предлагаю вам об этом задуматься. Готовы ли вы взять и преобразиться до неузнаваемости, одеться в какие-то такие вещи, которые вы никогда не носите? Что-то со своим лицом сделать так, чтобы те люди, которые вас знают, удивились, ахнули, сказали, вау. Большинство людей на это не готово. Большинство людей очень сильно зависят от мнения окружающих. Но то, что я обнаружил, супер-успешные люди – это те люди, которые готовы выглядеть плохо, готовы быть непривлекательными и которые позволяют себе так выглядеть, как никогда в жизни не выглядели. Я помню, проводил как-то тренинг «Прорыв к успеху» много лет назад в Москве. И мы обычно на тренингах танцуем, на наших, особенно по возвращению с пережива. Мы начинаем следующую сессию – танцы, а на сцену практически никто не идет. Люди сидят в стульях, смотрят на других, с опаской поглядывают, что это за сумасшедший дом. И тогда, как раз примерно в те же дни, произошла история с Ричардом Брэнсоном, одним из самых неординарных миллиардеров на планете Земля. Ричард Брэнсон проспорил своему коллеге, владельцу компании AirAsia, азиатских авиалиний. Не помню, какой был спор. Но в итоге спора уговор был следующим. Тот, кто проигрывает, летит в рейсе в одежде стюардессы и обслуживает персонал самолета. Ричард Брэнсон проиграл спор. Не знаю, уже не помню какой. И он оделся, есть фотографии в интернете, можете посмотреть. Он оделся в этот красный костюм своей конкурирующей компании AirAsia, накрасил губы, завязал там как-то себе на голове волосы, одел туфли на каблуках и весь перелет, а перелет был, по-моему, достаточно длинный, может быть, даже через океан, он обслуживал пассажиров самолета своего конкурента. И для меня тогда это была история очень показательная, хотя мы уже практиковали такие вещи. Мы уже обучали людей тому, что если вы хотите быть лидерами в жизни, вы должны позволять себе делать то, чего другие не позволяют. А теперь у меня вопрос к вам. Вы готовы сегодня, завтра, максимум, одеться в костюм рок-звезды и пройтись по городу? Может быть, накрасить лицо, сделать паспорт только, пожалуйста, возьмите? Особенно, если вы в России, это очень небезопасно. Но все равно, какой-то документ у вас должен быть, мало ли что произойдет, вас остановят за такую экстравагантность. Так вот, вопрос к вам. Вы готовы? Если ваш ответ – да, и вы действительно можете это сделать, я вас поздравляю, вы уже лидер. Скорее всего, вы лидер мнений. К вашему мнению прислушиваются, за вашей жизнью наблюдают, с вас берут пример. Например, если вы сегодня еще не готовы, у меня для вас есть плохая новость. Это означает, что вы пока что идете вместе со всеми в большой такой тусовке. Часто эта тусовка называется «серая масса». А серая масса чаще всего и живет посредственной жизнью, не зарабатывает никогда много. О их жизни, о их существовании, как правило, никто не знает. Ну, кроме разве что небольшого узкого круга друзей. И если вы хотите шедевр собственной жизни создать, если вы хотите свои дары и таланты раскрывать и их всему миру дарить, нужно разрешить себе выглядеть неприглядно. Вот именно этим мы здесь на тренинге тренингового поколения и занимаемся. И люди с огромным удовольствием, как оказывается, позволяют себе преобразовываться до неузнаваемости. Когда люди заходят в зал, смотришь и не можешь реально понять, ты с ним, этим человеком, шесть дней вместе минимум уже общаешься. А может быть и дольше намного. А бывают случаи, когда я знаю человека год, два, три, я смотрю в упор на него три часа всего вечера и не могу понять, да кто этот человек. Потом, когда я узнаю, становится, конечно, очень интересно и смешно. В общем, мой большой вопрос этого подкаста. Вы готовы сейчас одеться в рок-звезду и пойти по улице своего города? Да, понимая, что вас могут встретить соседи, вас могут встретить друзья, одноклассники, коллеги по работе. Вы к этому готовы? Если да, вы лидер, вы идете впереди. Если нет, вы должны понимать, что ваш следующий шаг для того, чтобы стать лидером в своей собственной жизни, это понимать, что лидер это тот, который идет впереди других, который часто выглядит неприглядно, на которого смотрят, которого осуждают, которого камни и помидоры бросают, но на то он и лидер, чтобы идти вперед и подарки от жизни получать. А остальные будут уже просто следом за ним, то, что он делает, повторять. С вами был ваш Николай Латанский из зала тренинга тренировного поколения под Киевом. До встречи в следующем подкасте завтра. Если для вас эти слова, этот подкаст был полезен, заставил вас задуматься, поставьте лайк. И если для вас этот подкаст был полезен, возможно, будет полезен для ваших друзей. Поделитесь им с друзьями. И, конечно же, подпишитесь на мой канал, чтобы как можно больше людей могли получать этот полезный контент от меня каждый день. До завтра. Пока.